Добрый день посетителям воскресного лектория Государственного музея Толстого. Мы вас рады приветствовать на очередной, на сей раз последней, в этом весеннем цикле лекции, посвященной теме Лев Толстой и Салтоповщи Дрим. Меня зовут Степанов Даниил Андреевич, я заведующий эксплуатационной службы музея Толстого. И сегодня познакомлю вас в общих чертах с этой темой, которая, конечно, продолжает общую тематику нашего Виктория, Толстой и русские писатели. Более того, общая тема Толстой и русские писатели, по всей видимости, будет продолжена. Я пока не озвучу вам точные темы лекции дальнейших, но могу сказать, что осенний Викторий будет в том же ключе продолжен, поскольку потенциал у этой темы большой, и вы сами понимаете, тут целый ряд возможных тем уже предложен, и, скорее всего, так мы и сделаем, вот осенью продолжить лекторию Толстой и русских писателей. Мы обязательно постараемся всех уведомить, будет информация, как обычно, и на сайте музея, и если вы нам оставляли телефон, мы вас, соответственно, повестим. Так что заранее приглашаю всех уже вперед, говоря о осени. Сегодня же фигура Щедрина рядом с Львом Толстым. Оба писателя имеют колоссальное значение для истории отечественной литературы и шире культуры. Салтыков Щедрин является знаковой фигурой, в общем, в отечественном литературном процессе середины и второй половины XIX века. Это понятно. О Льве Толстом тут говорят каждый раз, и, я думаю, тут мы постараемся сконцентрироваться, может быть, даже больше на том, о как Толстой о Щедрине говорил, и как Щедрин отзывался о Толстом. И третий такой блок будет небольшой, но все-таки блок о их взаимоотношениях личных, которые все-таки были. Хотя Щедрин и Толстой тут в первую очередь, конечно, интерес представляют именно отзывы друг от друга, как они читали и сочинения друг друга, и как реагировали на это. Потому что история личных взаимоотношений довольно коротка. Щедрин – почти ровесник Толстого. То есть это люди одной эпохи. Если Щедрин родился в 1826, то Толстой, как вы знаете, в 1828 году, это почти ровесники. Щедрин прожил меньше, умер он в 1889 году, то есть Толстой его пережил. Но я начну с этих общих замечаний, которые позволят сопоставить биографии этих двух людей сначала, а потом уже от выучить. Вот образование. Щедрин получал образование в Царско-сельском лицее. Толстой не учился в Царско-сельском лицее. Щедрин несколько раньше Чек Толстой вошел в историю русской литературы, дебютировал как писатель сначала с стихотворными текстами, потом с прозаическими. То есть к тому моменту, когда состоялся литературный дебют Толстого в 1852 году, Щедрин уже был автором ряда сочинений. Далее еще такой момент. Щедрин, в общем, всю свою жизнь сознательную был тесно связан с редакциями демократических журналов. Российских, пожалуй, самых известных, ярких по авторскому составу. Я имею в виду журналы сначала «Современник», а потом, после его закрытия, «Люминеты» журнал «Отечественные записки». Журнал «Современник» был основан еще Александром Сергеевичем Пушкиным. В том же «Современнике» дебютировал и Толстой, и в 50-е годы опубликовал там целый ряд своих произведений, начиная от повести детства и продолжая циклом севастопольских рассказов. Щедрин также публиковался в «Современнике», позже в нем работал, а когда «Современника» не стало, когда его закрыли, Щедрин перешел в журнал «Отечественные записки» и работал там, собственно, и после смерти Николая Алексеевича Некрасова, который формально возглавлял этот журнал, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин стал главным редактором «Отечественных записок». Тут этот факт упоминаю для того, чтобы сравнить магистральные направления жизни, работы и деятельности этих двух людей. Имея в виду ту мысль, что Щедрин являлся, как говорят многие его «Современники», в первую очередь журналистом и публицистом, Толстой немножко, или даже очень в другом ключе, Толстой в чистом виде журналистом не являлся, никогда не был редактором или тем более главным редактором журналов, хотя, естественно, с ними сотрудничал, из них печатал свои сочинения. Ну и вот эта вот роль творчества, как ее понимал Щедрин и как ее понимал Толстой, она, конечно, была несколько различной. Журнал «Отечественные записки» просуществовал до 1884 года, в нем целый ряд известных сочинений Щедрина были опубликованы. И, кстати, Лев Толстой, конечно, следил за публикациями в «Отечественных записках», читал этот журнал, в том числе и работы Щедрина, конечно, читал. Я дальше буду рассказывать, назову, какие именно вещи попадались в Толстом, что он читал и какие были вот. Ну вот после 1884 года, когда журнал закрыли, Щедрин сотрудничал с рядом других печатных изданий, в том числе с «Вестником Европы» и другими журналами либерального толка. То есть хочу сказать, что все-таки Салтыков-Щедрин в истории русской литературы занимает особое место, и он очень тесно связан, его работа тесно связана, конечно, с историей русской журналистикой. Чего нельзя сказать о Леве Толстом, который не был так привязан именно к журналистике, не был так привязан ни к современнику, кстати, ни, тем более, впоследствии к «Отечественным запискам». Познакомились, да, вот последние годы жизни, в 80-е годы, Щедрин не имел как бы под рукой своего издания и печатался в изданиях «Чужих», отдавал другим людям свои произведения, которые печатались. Тут будет еще целый сюжет о том, как Щедрин приглашал Толстого к сотрудничеству в «Отечественные записки», и в свою очередь, как позже, после закрытия записок, Толстой приглашал Щедрина к сотрудничеству в издательстве «Посредник» уже в 80-е годы. Издательство «Посредник» — это такое издательство, которое было создано при участии друзей Толстого, в первую очередь Владимира Григорьевича Черткова, и в работе которого, конечно, Толстой тоже принимал участие, и куда он приглашал Щедрина, но вот об этом я тоже дальше расскажу. Вот это основные такие моменты, с которыми мы сегодня столкнулись. Первое знакомство, первая встреча Льва Толстого и Салтыкова-Щедрина состоялось в первой половине 1856 года, в ту пору, когда Лев Толстой вернулся из действующей армии, из Крыма в Санкт-Петербург. Вот у нас в соседнем зале, кстати, есть фотография Льва Толстого, петербургская, сделанная как раз в 1856 году, вы можете потом посмотреть, если не видели ее, там сверху, справа от меня висит, и увидеть, как выглядел Толстой именно в эти месяцы. Сохранилось несколько дневниковых записей Толстого о Щедрине, которые относятся к 1857 и 1858 годам. Ну вот, в частности, запись Толстовского дневника от 2 августа 1857 года, такая, «Дома, читаю, Салтыков, Талантс и Блюзный». Эта запись имеет в виду одно из изданий первых домов губернских очерков Щедрина, или какие-нибудь из очерков, которые печатались в библиотеке для чтения и русском вестнике за 1857 год. Так считают комментаторы полного собрания с чумом Толстого, анализируя, что же Толстой читал в 1857 году из произведений Щедрина. Есть еще запись от 17 марта 1858 года «Салтыков читал «Идеалист хорош, он здоровый талант». Речь идет о втором из двух отрывков из книги о умирающих. Публикация в журнале «Русский вестник» от марта 1858 года, где выведен мечтатель-идеалист в предсмертной исповеди, тоскующий об бесплодной прожитой жизни. Вот это первые известные, во всяком случае, исследователям отзывы Льва Николаевича Толстого о творчестве Салтыкова и Щедрина. Их личное знакомство, как я уже сказал, было весьма таким коротким. Встретившись сначала в 1856 году, они, по всей вероятности, виделись в несколько раз в Санкт-Петербурге в 1857-1858 годах, и после этого личное знакомство между ними не поддерживалось, они, в общем, больше не встречались. Об этом свидетельствует дальнейшая переписка, которая много-много лет спустя продолжилась в 70-е годы. В частности, есть в собрании сочинений писем Щедрина о двадцатитомном, такое письмо к Толстому от 28 августа 1878 года, в котором он пишет «Милостивый государь, граф Льв Николаевич, было время, когда я пользовался вашим знакомством, может быть, вы вспомните». То есть, вспомните меня. Но если бы вы даже и совсем позабыли о моей личности, все-таки я считаю себя вправе, как литератор к литератору, обратиться к вам с следующей просьбой. Ну и дальше идет просьба касаемо издания одного из переводов. То есть, речь идет о том, что с Толстым знакомство фактически не продолжалось, у Щедрина. Да, в этом же письме он также предлагает Толстому поучаствовать в отечественных записках и спрашивать, слухом «Земля полнится» и «С слухов мы знаем, что вы написали и пишете новый роман». Вот в этом письме 28 августа 1978 года Щедрин имеет в виду роман «Декабристы», который так и не был Толстым закончен и который так и не попал в отечественные записки и не был там напечатан. Да, вот перешел от 50-х к 70-м годам. Конечно, есть еще отдельные сведения о том, как в 60-е годы реагировали друг на друга эти два писателя. Речь идет о том, что Щедрин жил по долгу службы в Тулы, в городе Тула, совсем недалеко от Ясной поля. И теоретически они могли бы с Толстым встретиться, но точно не встречались, это известно. Однако Кузьминская в своей книге «Моя жизнь удобная в Ясной поляне» упоминает о том, что ее супруг с Щедриным общался и Щедрин как раз по воспоминаниям Кузьминской ряд отзывов дал о начале романа «Война и войны». Ну, это, наверное, хрестоматично такая известная фраза о том, что граф лихо прохватил наше высшее общество, и мне кажется, что в таком, общем, как бы сознании чуть ли этой цитаты и не черпывается все взаимоотношения Толстого с Щедриным, хотя на самом деле они гораздо шире были. То есть Щедрин резко критично отозвался по первой части романа «Война и мир» о том, что это болтовня, Кумушев и Тетинник, и что единственным достоинством художественным и содержательным романа Толстого является вот эта критика высшего общества. Ну, это один из отзывов Щедрина по Толстому. В 70-е годы Толстой читал произведения Щедрина. Да, кстати, конец 60-х и начало 70-х – это очень интересное время в истории литературы, поскольку именно тогда, в 69-м году, закончилась работа Толстого над романом «Война и мир», и в этом же году Щедрин приступил к созданию сейчас, наверное, самого известного своего произведения «История одного города». И публикация «История одного города» продолжалась вплоть до 1871 года. И, как это ни парадоксально, в распоряжении исследователей нет данных о том, чтобы Толстой читал «Историю одного города». Вот мне приходится повторить этот факт, то есть об этом исследователи не знали ни в 30-е годы, ни в 50-е, ни в 60-е, но современные исследователи. Есть специальная даже монография Светланы Яковлевны Долининой, посвященная как раз творчеству Толстого и Щедрина, и ей не удалось также выяснить факт знакомства Толстого с самым, наверное, знаковым произведением «Щедрина». Хотя целый ряд сочинений «Щедрина» в письмах, дневниках Толстого упоминается, но вот «История одного города» нет, равно как нет «История одного города» и в Ясно-Поленской библиотеке Толстого. Вот такой вот парадоксальный факт. То есть «Щедрин», конечно, читал «Войный мир» Геанну Каренину, а Толстой не был знаком с историей этого города, с самой, наверное, яркой, гротесной книгой «Щедрина», посвященной событиям нашей отечественной истории. Но вот целый ряд других сочинений «Щедрина» Толстой очень внимательно читал и, более того, по воспоминаниям современников даже свободно их цитировал. Зачастую в письмах к Софье Андреевне он приводил скрытые цитаты из «Щедрина», он прекрасно знал «Щедринские сказки», очень любил сказку, повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил, он публицистику «Щедрина» прекрасно знал, он читал книги «Помпадуры и помпадуши», «Сборник за рубежом», он читал «Господ Головлёвых», ну и тут этот широкий список, можно его продолжать. Я вам приведу сейчас интересную цитату из воспоминаний старшего сына Льва Толстого Сергея Львовича. В ней он в своих ремуарах, Сергей Львович свидетельствует о том, что отец с большим интересом читал сочинения «Щедрина». Вот он пишет. «В конце 70-х годов появились в Ясной Поляне, не помню откуда, отечественные записки. Отец читал с интересом, особенно «Щедрина» и письма из деревни Ингельгарта. «Отрывки из «За рубежом» Щедрина читал нам слух. Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов смешил его до слез». Ну, кто не помнит, я небольшой фрагмент вам зачитаю, чему же Толстой смеялся до слез. Я взял один из фрагментов, может быть, он не об этом говорит, но мне показалось, что это важно. Вот фрагмент из этого разговора Щедринского сочинения. «Мальчик без штанов. Да неужто деревья по дороге растут, и так-таки никто даже яблочко не сорвет». Там ситуация такая, что мальчик без штанов выныривает из какой-то грязной лужи в Германии, а там немецкий мальчик в штанах встречает его. То есть мальчик без штанов – это наш, а в штанах, конечно, немец. И мальчик в штанах изумленно отвечает, но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность? Мальчик без штанов. «Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали. У нас на медь дядя Сафрон мимо кружки с керосином шел, и тот весь выпил. Мальчик в штанах. Но он, конечно, по ошибке это сделал. Мальчик без штанов. Опохмелиться хотелось, а кружка не было. Вот он и опохмелился керосином. Мальчик в штанах. Ну, ведь он, наверное, болен сделался. Мальчик без штанов. Разумеется, будешь болен, как на другой день происходит, спину взбондирует. Мальчик в штанах, пугаясь. Ах, неужели у вас мальчик без штанов? А ты думал, гладит? Мальчик в штанах окончательно пугается и хочет бежать домой, но мальчик без штанов удерживает его. Ну, вот, мне кажется, что можно представить себе, как толстой на это реагировал. Вот еще, Сергей Львович тоже. Вспоминает о его домашнем чтении Щедрина. Помню также, что он читал нам вслух рассказ Щедрина о том, как татарин из трактира водил Яруцкого принца в Петербург. Это из цикла «Помпадур и помпадурше». Его смешило впечатление, произведенное на принца Петербургу. «Помпадург есть, народ нет, чисто». После своей поездки в Петербург сам Толстой иронически говорил «Хорошо в Петербурге, помпадур есть, народ нет, чисто». Ну вот это пример один из, тут на самом деле множество, есть таких скрытых цитат. Повторюсь, вот в письмах Софии Андреевне их тоже удалось обнаружить. Сейчас момент, чтобы соблюсти принцип хронологии, немножко еще и вперед не забегать, назад хотелось вернуться. Дело в том, что, как я уже говорил, еще в 50-е годы Толстой сотрудничал с журналом «Современник». И, конечно, оба они, и Толстой, и Щедрин, были знакомы с Николаем Алексеевичем Некрасовым, который возглавлял журнал. И в составе журнала было, скажем так, две партии, две партии, если их можно назвать партиями, ну, скажем так, писательские партии, которые разных точек зрения придерживались относительно смысла и значения литературы. Одна из них, одна из этих писательских групп, в которые в том числе и Толстой входил, были сторонниками так называемого чистого искусства, а другая группа, можно так сказать, демократическая, были сторонниками того, чтобы через художественную литературу неизменно проводить какую-то идею, в том числе политическую. И вот Щедрин, конечно, был из категории тех, кто считал, что литература не сама для себя, а она для общественного служения. И вот на этом пункте, в том числе, Толстой с Щедрином расходился. Вот есть целый ряд высказываний Толстого по этому вопросу, в том числе письма Боткину 1957 года. Там целый ряд писем, есть одно из них, ноябрь, 1 ноября 1857 года. Там Толстой пишет, дружинин также умен, спокойный и тверд в своих убеждениях. После Некрасовского мурака, Аленковской туманной подвижности и разных политических непрочувственных излияний я отдохнула дружинин. Вообще, надо вам сказать, новое направление литературы сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое и имеют вид оплеванных. Салтыков даже объяснил мне, что для изящной литературы теперь прошло время, и не для России теперь, а вообще, что во всей Европе Галера и Гёте перечитывать не будут больше. Ведь все это смешно, а шалеешь, как вдруг весь свет уверяет, что небо черное, когда вы его видите голубым и невольно думаешь, хорошо ли сам видишь. Вот такое письмо, которое свидетельствует о таких идейных, можно сказать, расхождениях Льва Толстого, тогда еще довольно молодого, 30-летнего и Щедрина. И вот еще на эту же тему, спустя 12 лет запись Толстовского дневника, есть два резко различные рода литературы, серьезные и несерьезные, или поэзия содержания и поэзия формы, или простой и непростой. В первом автор говорит своим языком, только настолько изменяя склад своей речи, насколько того требует предмет. Пушкин, Сервантес, Рабле и многие другие. Во втором автор говорит не своим языком, а каким-то особенным языком, который ему нравится или по своей возвышенности, или по комичности, или по оригинальности. Оды, Диккенс, Щедрин, Некрасов и многие другие. Вот это в продолжение той мысли, которая была в письме Толстого еще в 57-м году, вот она продолжается в 70-м, и в общем в том же самом ключе. Что касается 70-х годов, то, как я уже говорил, Щедрин хотел привлечь Толстого к участию в журнале «Отечественные записки». Делал ряд попыток пригласить его к сотрудничеству. Но Толстой за все 70-е годы в «Отечественные записки» прислал только одно свое сочинение, оно было опубликовано в номере 9 журнала «Отечественные записки» от 1774 года. Это статья о народном образовании. Художественных произведений в «Отечественных записках» так и не появилось. Вначале Толстой намеревался печатать в «Отечественных записках» свой роман Анна Карелина, но по ряду причин предпочел русский вестник Матвей Никайфаревича Каткова. И это обстоятельство негативно явно повлияло на взаимоотношения Толстого и Щедрина, поскольку Толстой отдал свой роман печатать у Каткова. И, кстати, с Катковым потом разошелся и восьмая часть романа Анны Карелина в «Катковском русском вестнике» не вышла, была опубликована отдельной книжкой. Опять же, у нас в музее она экспонируется, как тоже экспонат в зале, посвященном роману Анны Карелина. По идейным соображениям Толстой высказывался против участия добровольцев в русской и турецкой войне 1977-1978 годов и против участия русских добровольцев в освободительном движении на Балканах. А официальная позиция редакции и Каткова лично была в том, что, значит, наоборот, надо это все пропагандировать и способствовать потоку добровольцев туда на фронт. Как вы знаете, в сюжете романа Анны Карелина есть момент, где Ромский уезжает на фронт, это в конце романа происходит. Вот эту последнюю часть, содержащую острые споры Левина с Кознышевым по вопросу о добровольческом движении и участии в войне на Балканах, Катков публиковать отказался и, более того, напечатал заявление, что якобы роман вообще закончен. И потом Софья Андреевна Толстая опровергала это заявление. Потом Толстой и его семья, соответственно, опубликовали последнюю часть отдельной книжки. Что касается отзывов «Ощедрена» о романе Анны Карелина, тут есть несколько резких отзывов. Я не имею тут никакого стремления сглаживать острые углы взаимодействия этих двух писателей, приведу вам несколько цитат. Письмо Салтыкова к Анненкову, 9 марта 1975 года. «Вероятно, вы знаете историю Маркевича, читали роман графа Толстого о наилучшем устройстве быта деталобных частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях, ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного Кобеля Пронского. Мне кажется, это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется консервативная партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамо? Но тут стоит иметь в виду, что Щедрин оценивал не весь роман. То есть вы не подумайте, что Щедрин совсем не понял роман Толстого, не увидел никакого социального смысла. Речь идет о том, что опубликована была только первая и половина второй части романа «Анна Карелина». То есть роман, по сути, еще философско-общественный не превратился. Там доминируют, скажем так, мысли Семейкина, о чем Толстой не скрывая писал. И суждение Щедрина вот такого рода определяется его принципиально эстетической позицией. То есть его учением о новом общественном романе, который построен не на традиционном главенстве любовной интриги, а на возвышении социально-философской и политической проблематики и материал. Ну, конечно, все равно это не очень добрый отзыв о произведении Толстого. Есть еще подобный негативный отзыв в письме Салтыкову к Некрасову 2 октября 1875 года о, так сказать, нравственном двоегласии Толстого. Ну, я вам не буду все цитаты писем приводить полностью, это слишком много времени, конечно, займет. Вот некоторые моменты, например, Толстой всеми легкими дышит у графини Булдовой, уедет от нее, говорит, какую я подлость сделал, а на другой день опять туда же едет. А Михайловский в образец это ставит. Вот, мол, каков у вас карач в пруде завелся. Не все в тине лежит, иногда и на чистую воду выходят погулять. По-моему, и Тургенев лучше. Ну, и так далее. Тут упоминается Михайловский в том смысле, что Михайловский как раз в этом же году, в 1875-м, опубликовал статью о Льве Толстом, которая называлась «Десница и шутца Льва Толстого». Вот тут он с ним так замученно полемизирует. Любопытный факт о обратном интересе Толстого к отечественным запискам зафиксирован в воспоминаниях многолетнего сотрудника и редактора отечественных записок, одного из главных представителей либерального народничества нашего отечественного, Николая Михайловского. Вот Михайловский вспоминает. В 1881 году Толстой сделал новую часть отечественным запискам. Еще раз предложил свое сотрудничество. У меня нет письмографа, в котором он делал на это лестное предложение. Но вот что в своем обыкновенном, ушутливом, вочливом тоне писал по этому поводу Салтыков Елисееву, бывшему тогда за границей. Елисеев – это один из трех редакторов отечественных записок. Я получил от Льва Толстого декорное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую новую литературу, превосходную и искреннюю в отечественных записках. И это так его поразило, что он отныне намерен писать и печатать в отечественных записках. Я, разумеется, ответил, что очень счастлив, и журнал счастлив, и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому. Но покуда еще ответа на него нет. Там ответа так и не последовало, сотрудничать Толстой с записками все-таки так и не стало. Но примечателен факт, что Михайловский в полную положительную и неожиданную для них, как видим, отзыв Толстого о их работе и об их журнале. Вообще-то журнал «Эптичные записки», я, наверное, уже сказал, он читался в семье Толстого. То есть и в «Хамовниках» он его читал в том числе. Вот Русанов в августе 1883 года посетил Толстого в Ясном поляне. Вот что он вспоминает об этом. «Правда, — сказал я, — но любимый писатель современной молодежи Щедрин, так как он касается политики, злобы дня, молодежь его любит больше остальных писателей. И он вполне стоит этого, — возразил Толстой. Щедрина я люблю, он растет, и в последних произведениях его звучит грустная нота». Разговор коснулся Щедрина. «Вы читали его современную идиллию?» — спросил меня Толстой. «Помните суд над Пискарями?» «Да, — помню, — ответил я. Там хороши еще лоботрясы». «Это прелестно», — сказал Толстой, и при этом привел на память небольшую цитату из Щедрина, в которой говорилось о лоботрясах. «Хорошо он пишет», — закончил Толстой. «И какой оригинальный слог выработался у него?» «Да», — сказал я, и потом прибавил, — «такой же в своем роде оригинальный слог был у Достоевского». «Нет, нет, — возразил Толстой, — у Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог, а у Достоевского что-то деланное, натянутое». Такой неожиданный отзыв в мемуарах Русангл. Из современной идиллии тут можно, на самом деле, бесконечно цитировать. Любопытно, что Толстой обратил внимание на эту книжку, в том числе вот такая забавная есть фраза, мимо которой Толстой, конечно, не мог пройти. Дело в том, чтобы самую мысль, мысль человеческую окончательно упразднить. «Покуда это не сделано, ничего не сделано, ибо в ней, в ней, в этой развращающей мысли, в его подстрекательство заключается источник всех угроз». Ну, над этими вещами Толстой, очевидно, смеялся. Были и не столь лестные отзывы Толстого о Щедрине. В беседе с Лазовским Толстой говорил о Щедрине. «Слишком длинно и утомительно. Вот эти последние вещи еще лучше Пашихонская старина и другие». Пашихонская старина, кстати, печаталась в отечественных записках. То есть, следователь Толстой следил за журналом, регулярно его получил. «Неужели вам не нравятся сказки Щедрина или господа Головлёвы?» «Некоторые сказки – да, другие – не выдержанные. Например, про Карася и вообще аллегорические. Господ Головлёвых я позабыл. Самая лучшая мерка для литературных произведений – это переводы на иностранный язык. Щедрина пробовали переводить – ничего не выходит. Иностранный читатель читает и ничего не понимает. Ну, в общем, наверное, понятно, почему. Потому что как раз творчество Щедрина было на злобу, действительно, и оно было остросовременным. Хотя, как ни парадоксально, на мой взгляд, оно остаётся актуальным и сегодня. Есть ещё несколько упоминаний о прочтении Толстым произведений Щедрина в книге Александра Борисовича Гальденвейзера. Он, в частности, пишет. «Мы играли в шахматы. Во время партии Софья Андреевна с кем-то заговорила «Щедрение», Лев Толстой сказал «Секрет быть утомительным в том, чтобы договаривать до конца». По-французски сказал. Про Щедрина это вполне можно сказать. Он всё всегда договаривал до конца. И я никогда не мог читать его. Однако, когда Гальденвейзер, уезжая из Ясной Поляны, забыл там том сочинении Салтыкова «Щедрина», Мария Львовна, полстая дочь писателя, писала Гальденвейзеру. «Вы забыли Головлёвых, и мы теперь вечером читаем их вслух. Папа нравится». Ну, то есть, отзывы весьма тут противоречивы. Есть ещё ряд хороших отзывов, положительных таких светлых отзывов Толстого, Щедрине. Сейчас я их тоже вам приведу, покажу. Это интересно, потому что это показывает, что на протяжении всей жизни Толстой к этому писателю интерес сохранял. В числе прочих есть дневниковые записи середины 80-х годов. Например, дневник 84-го года, в нём упоминается Щедрин. Не очень, правда, лестно, но упоминается. «Читал отечественные записки, болтовня Щедрина». И, кстати, это происходит буквально совсем незадолго до закрытия отечественных записок. В 89-м году Толстой, 3 апреля 89-го года в дневнике пишут. «Читал Щедрина и хорошо, до старого, нового нет. Мне точно жалко его, жалко пропавшую силу». И, тем не менее, есть ещё ряд отзывов Толстого о семейном чтении произведения Щедрина, о том, что читают они его с детьми. И, кстати, чтение Щедрина производилось в контексте вместе с Некрасовым и Тургеневым. Вот в 84-м году, в сентябре, он пишет, что они с семьёй читали с детьми Некрасова, Щедрина и Тургенева. Всё прекрасно. То есть, вот такой ряд отзывов сохранён в дневниках, в том числе и, как я сказал уже, Толстовских о Щедрине. Интересно, что в 80-е годы Толстой тоже предпринял встречную попытку пригласить Щедрина к сотрудничеству. Вот сначала были письма наоборот от Щедрина к Толстому. В 83-й год Щедрин пишет к Толстому. Из слов Михайловского я уразумел, что и в нынешнем году отечественные записки не могут рассчитывать на ваше сотрудничество. Искренно жаль, потому что хоть отечественные записки и не бог знает, как талантно ведутся, но всё-таки это честный журнал. И вот есть ещё письмо, да, как я уже сказал, сотрудничество в итоге так и не состоялось в журнале отечественной записки. 14 февраля 84-го года Щедрин пишет к Толстому. «Благодарю вас за доброе и благорасположенное письмо и прошу извинить, что нескоро ответил на него. Очень уж жизнь преисполнена всякого рода треволнение. С сердечной скорбью узнал я об аресте вашей книги, которая была вам так дорога, как плод ваших искреннейших убеждений». В письме идёт речь о книге Толстого «В чёмная вера». Она была запрещена цензурой, но Щедрин, тем не менее, с содержанием книги вскоре ознакомился благодаря одной из публикаций, но не персональной толстовской публикации, а публикации другого автора, в которой он пересказывал основное содержание толстовской книги. Толстой столкнулся с теми же самыми цензурными проблемами, с которыми на протяжении ряда лет сталкинулся и Щедрин, будучи редактором журнала. На тот момент в письме Щедрин пишет «К величайшему сожалению, я ещё не читал её, но Кузьминский обещал мне её прислать. Я жду эти присылки с большим нетерпением». Несколько в иных размерах, но и со мной случилось сегодня в таком же роде проделка. В февральской книжке отечественных записок я поместил продолжение сказок и получил предложение исключить их из книжки, что, разумеется, и выполнил, ибо в противном случае всей книжке угрожал арест, а может быть и более. Речь идёт о сказках «Орел-меценат», «Караси-деалист», «Топтыгин-второй» и «Топтыгин-третий». И, кстати, некоторые из этих сказок Щедрин потом предлагал как раз Толстому, когда они через Черткова стали общаться и обсуждать возможность участия Щедрина в «Посредники». Пишет дальше Щедрин следующее «Представьте себе, что я теперь в редакции совершенно один. Редакция из трёхчленной превратилась в одночленную, ибо Елисеев безнадёжно болен и уже три года живёт за границей, а Михайловский выслан из Петербурга. Вдобавок в январе арестовали Кривенко. Это был такой тоже народнический публицист, кстати, очень интересный, Сергей Николаевич Кривенко, которого по подозрению в связях с подпольной организацией «Народная воля» и в участии в нелегальных изданиях этой самой «Народной воли» арестовали как раз в январе 1984 года, и вскоре он отправился в ссылку. В результате оказывается полнейшая анархия, потому что я стар и болен, не могу даже представить себе, как я с этим справляюсь. Кстати, вот это мрачное настроение «Щедрина», оно во многом было связано с тем, что он тяжело болел ревматизмом и часто вообще неподвижен был, и при этом, как современники вспоминают, был всё равно очень пунктуален, исполнителен, обязателен в своих деловых отношениях с пишущими авторами, которые сотрудничали, и объём работа колоссальной проделывал. Вот он пишет дальше. «Если вы приводите, ежели вы приводите в исполнение ваше намерение относительно помещения в отечественных записках вашего труда, то это будет для всех, и в особенности для меня, величайшей радостью. Позвольте надеяться, что вы не обойдёте нас, ежели вам хоть сколько-нибудь сочувствуем наш журнал». Ну и Толстой на это письмо не ответил, а совсем вскоре, 20 апреля 1884 года, по постановлению совещания четырёх министров, журнал «Отечественные записки» был закрыт. И тут Салтыков ещё такую небольшую обиду на Толстого затаил в том, что Толстой никак не в письменной форме, лично не выразил никакого сочувствия Щедрину по поводу закрытия его журнал. Не думаю, что Толстой тем самым хотел как-то нанести обиду Щедрину. Может быть, он просто… Тут я затрудняюсь как-то прокомментировать этот эпизод, но Щедрин явно это воспринял в обиду, и в его письмах с другим третьим лицам несколько раз содержится вот этот сюжет, что Толстой мог бы и прореагировать на это наше бедствие, но, увы, никак не откликнулся. И, да, ещё такой большой… Вот удивительно, сколько расхождений, я вам назвал, что они друг о друге, как сказать, пишут часто с большой долей критики, и при этом неизменно интересуются жизнью и творчеством друг друга. Вот, в частности, последние сочинения Толстого, которые вышли в начале 80-х годов, определили весь, так сказать, облик Толстого в дальнейших 30 лет. То, с чего начался поздний Толстой, то есть исповедь, книга «В чём моя вера» и другие религиозно-философские труды Толстого, они вызвали резко критические, опять же, отзывы со стороны Щедрина. То есть он, Щедрин, к Толстовству крайне негативно отнёсся. И в его письмах содержится резкая критика Толстовства. Вот, в том числе, к одному из редакторов, бывших редакторов журнала «Отечественные записки» Скобичевскому, Щедрин пишет «85-й год». Я с величайшим удовольствием прочитал сегодня в «Русских ведомостях» вашу тёту о графе Толстого. Только мне кажется, что для того, чтобы быть совсем логичным, надо и игру в верование с честь баловства. Мне кажется, тот может назвать себя вполне хорошим человеком, хотя и не назовёт, потому что ему это в голову не придёт, кто живёт честно и трудится как может. Все прочие, а в том числе и раскольники, и взыскующие вечного града, вроде Сюсляева, но тут он подразумевает Сютаева, специально так вот передразнивая его, и граф Толстой, и прочие, суть досужей люди, баловни и кабени от глагола «кабеница». Право-литературное ремесло, ежели оно согрето убеждением, не так гнусно, чтобы на него смотреть, как на голевую тяну сатаны. Искренне вам преданно, Михаил Сатыков. Почему же он так написал? Дело в том, что Толстой в исповеди, наверное, многие читали, я тем не менее всё-таки этот момент приведу, писал следующее. «Жизнь нашего круга, богатых, учёных, не только опротивила мне, но и потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство, всё это предстало мне как баловство». И вот тут Щедрин вот так вот встал на защиту искусства и вот там тружеников, работников, сотрудников и так далее. Поскольку он-то, собственно, всю жизнь был, скажем так, работал ради искусства, ради литературы, ему в этих словах Толстого, по всей видимости, слышался такой очень горький и, как он считал, несправедливый крёк. И вот он так отвечает, но это письмо не о Толстом, это письмо к третьему лицу, к Стабичевскому. Кроме того, у Салтыкову не близко было, скажем так, идея Толстого о сближении с простыми неучёными людьми, странниками, монахами, мужиками, раскольниками, в мировоззрении которых Толстой видел окончательную правду. То есть Щедрин с этим готов был поспорить, очевидно. Со Скобичевским у Щедрина завязалась такая переписка, в которой они как раз по поводу Толстого и движения толстовцев развивали мысль. Скобичевский упомянул о коммуне Слепцова, сам Щедрин в этой коммуне Слепцова в 60-е годы ещё бывал, и поэтому он написал, что привлекая пример Слепцова и его коммуны, вы только запутываете вопрос самым неожиданным образом. Что касается до отрицания искусства для искусства, какое было в начале 60-х годов XIX века, то оно явилось действительно во время отрицания баловства, тогда как теория Толстого, самосовершенствование для самосовершенствования есть именно на продолжение баловства. Всего обиднее здесь ссылка на народ. Народ вовсе не думает о самосовершенствовании. Об этом разговаривают Сусляевы, он умышленно на него переначивает, Толстые, Успенские, Достоевские, а просто веруют этих народов. Веруют в три вещи – в свой труд, в творчество, в природу и в то, что жизнь не есть озорство. Это и вера, и в то же время дело, то есть дело в форме доступной народу. Если жизнь испытывает его, он прибегает, просит заступничества и делает это в той форме, какая перешла к нему от предков, то есть идет в церковь, взывает к усплению матушки, к Николе, батюшке и так далее. Но это не значит, что он верует в них по существу, а верует он в собственные слезы и в собственное воздыхание, которые и восстанавливают в нем бодрость. Подобие сему и культурный человек. Вера его тоже не иная, а вера в труд, вера в творчество природы и в жизнь. Он может применять эту веру ошибочно, но никак не может смотреть на честные свои убеждения, на свой честный труд, как на блевоте. По моему мнению, Толстой не только балуется, но, может быть, и кабельится. А, впрочем, извините, вперед не буду. Искренне вам преданный Салтыков щедрит. И вот он еще добавляет. Пожалуйста, не подумайте, что лавры Толстого не дают мне спать. Уверяю вас, что я на всякие вообще лавры плевю, или, лучше сказать, совсем об них не думаю. Об урыльниках тоже Толстой напрасно коснулся. Свои урыльники всякие вынесет без особенной годливости, но я иду дальше, и чужие урыльники человек вынесет без годливости. Но я не почувствую самосовершенствование, а потому что это труд. Ну, вот такой пассаж Щедрина о Толстом. Да, это относится к 1985 году. Был еще такой эпизод в 1885 году, когда и Толстого, и Салтыкова Щедрина одновременно избрали в почетные члены общества любителей российской словесности. Это произошло в том же самом 1985 году, и избрали их обоих синхронно. Об этом тоже был ряд публикаций в прессе. Ну, тут на самом деле они оба довольно спокойны к этим литературным, скажем так, регалиям относились, что Толстой, что Щедрин. Дальше сюжет еще один. Это сюжет о том, как Толстой попытался привлечь Щедрина к сотрудничеству в издательстве посредник. Издательство посредник основной своей целью ставило цель просветительскую, то есть сделать качественную литературу, доступной широким читательским кругам. И это в свое время посреднику удавалось. Напомню, издательство просуществовало около 40 лет, будучи основанным в начале 80-х годов 19-го века, оно просто существовало аж до 20-х годов уже 20-го века, то есть при советской власти столько было их видировано. И очень многие действительно хорошие книжки были посредникам изданы. И вот не случайно Толстой обратился к Щедрину с предложением дать какие-то вещи для посредника. Причем тут важный момент, что к тому времени, когда Толстой решил обратиться к Щедрину, это декабрь 1885-го года, Щедрин уже не был главным редактором отечественных записок. И тут думается, что и материальную помощь эту некоторую ему могло оказать. И вот Толстой пишет в начале декабря 1885-го года письмо к Салтыкову Щедрину, я его приведу, целиком оно любопытно, потому что не так много писем сохранилось вообще, а тут еще и Толстой лично обращается и очень веско дает характеристику, что в общем идет в разрез со всем, что вы до этого слушали. Очень рад был случаю, дорогой Михаил Евграфович, хоть в несколько официальной форме выразить вам мои искренние чувства уважения и любви, но тут же узнал про вашему здоровью. И с горем уже стал следить за известиями в газетах, и из них же, да, от знакомых узнал, что вы поправились. Это отлично, только не верьте докторам и не портите себя лечением. Пишу вам о деле вот каком. Может быть, вы слышали о фирме «Посредник» и о Черткобе. Письмо это передаст вам Владимир Григорьевич Чертков и сообщит вам те подробности об этом деле, которые могут интересовать вас. Дело же мое следующее. С тех пор, как мы с вами пишем, читающая публика страшно изменилась. Изменились и взгляды на читающую публику. Прежде самая большая и ценная публика была у журналов. Тысяч 20, и из них большая часть искренних, серьезных читателей. Теперь сделалось то, что качество интеллигентных читателей очень понизилось, читают больше для содействия пищеварению. И зародился новый круг читателей. Огромный. Надо считать сотнями тысяч, чуть не миллионами. Те книжки-посредника, которые вам покажет Чертков, разошлись в полгода в 100 тысяч экземплярах каждое. И требования на них все увеличиваются. Про себя скажу, что когда я держу корректуру писаний для нашего круга, я чувствую себя в палате спокойным и развязанным. Но когда пишешь то, что будут через год читать миллионы и читать так, как они читают, ставя всякое лыко в строку, на меня находят ромости сомнений. Это, впрочем, не дело. К делу то, что мне кажется, вспоминая многое из ваших старых и теперешних вещей, что если бы вы представили себе этого мнимого читателя и обратились бы к нему, и захотели бы этого, вы бы написали превосходную вещь или вещи и нашли бы в этом наслаждение. То, которое находит мастер, проявляя свое мастерство перед настоящими знатоками, если бы я сказал вам все, что я думаю о том, что именно вы можете сделать в этом роде, по моему мнению, вы бы, несмотря на то, что не считаете меня хитрым человеком, наверное, приняли бы залезть. У вас есть все, что нужно, сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних, а не юных, а то, что производит веселый смех и по содержанию любовь и по тому знания истинных интересов жизни народа. В изданиях этих есть не направления, а есть исключения некоторых направлений. Но напрасно я говорю это, мы указываем это так, мы называем это так, что мы издаем все, что не противоречит христианскому учению. Но вы, называя это, может быть, иначе, всегда действовали в этом самом духе. И потому-то вы мне и дороги, и дорога бы была ваша деятельность, и потому вы сами всегда будете действовать так. Вы можете доставить миллионам читателей драгоценную, нужную им и такую пищу, которую не может дать никто, кроме вас, Лев Толстой. Видите, какой хороший отзыв? Это вот так высоко Толстой оценивал значение творчества Щедрина, по сути, уже на закате его жизни, это за 4 года, меньше, чем за 4 года до смерти Щедрина. На мой взгляд, исключительная похвала и действительно искренняя попытка привлечь последнего к работе в посреднике, дать ему, скажем так, площадку для публикации его сочинений. Дальше начались переговоры Щедрина с Чертковым по ряду причин, по ряду причин полноценное сотрудничество Щедрина в Толстовском посреднике так и не состоялось. Щедрин в 87-м году направил в книжный склад посредника пять сказок. Пять сказок с письмом. Письмо такое, что в книжный склад посредника уже давно Лев Толстой и Чертков предлагали мне участвовать в изданиях посредника, но в то время у меня ничего подходящего не было. Теперь же кое-что набралось, и я препровождаю при всем в склад пять сказок, которые и прошу издать, если это окажется удобным. Две из них самоотверженный зайц и бедный волк я полагал бы издать вместе в одной книжке, так как между ними есть связь. Остальные поры. При этом я вполне подчиняюсь тем условиям, какие полагаются для прочих писателей, участвующих в изданиях посредника. И вот Чертков сообщает Марте Толстому, что Щедрин прислал нам несколько своих вещей, я был у него. Он, по-видимому, осознает, что умирает во всех почти его рассказов, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу. Но когда указываешь на это, он говорит, что всю вещь написал именно для этого места и никак не соглашается на пропуск. Ну вот, особое внимание Толстого обратила на себя сказка «Христова ночь». Толстой ее прочитал, считал ее изумительной, но ее портил не христианский конец, не мотивированный, по мнению Толстого, всем предыдущим изложениям. И этот конец Чертков от лица Толстого просил Щедрина переделать или опустить. Щедрин рассердился, отказался от уступок, конец не переделал, и в результате так сказки Щедрина и не были опубликованы посредником. Единственное произведение, которое было опубликовано, это была рождественская сказка. Рождественская сказка Щедрина, и она без сокращений была издана посредником в 1887 году, почему-то без имени автора. Кроме того, судьба этой рождественской сказки Щедрина имела и дальнейший смысл. Толстой о ней вспомнил гораздо позже, почти 20 лет спустя, в 1905 году, когда обсуждал со Страховым компоновку его круга чтения. И вот он думал о том, чтобы рождественскую сказку включить в круг чтения, но этого не случилось. В свою очередь больше прямого сотрудничества Щедрина с Толстым не было. Умер Михаил Евграфович 28 апреля 1889 года, не вызвав смерть его прямого непосредственного отпика со стороны Толстого. Однако любопытно, что Толстой буквально в последние дни жизни Толстого так получилось весной 1889 года, как раз Щедрина перечекла. Ну, в принципе, вот это основные вехи взаимодействия. О коротком личном знакомстве я рассказал, об обоюдных попытках привлечь к сотрудничеству в журналах и посредники потом в обратную сторону тоже. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Всем спасибо, что пришли в воскресенье на нашу лекцию, что выбрали музей Толстого. Спасибо за внимание, можете задать ваши вопросы. А за другом Щедрина было отношение к религии вообще? Ну, Щедрин не был религиозен. Он не был религиозен, и думается, что, наверное, отсюда и критика толстовства. То есть, когда Толстой обратился, наоборот, к исследованию религий, и именно в учении Христа, когда он видел основу жизни, Щедрин, наоборот, от этого был далек. И хотя, вот, знаете, тут такой сложный все-таки это вопрос, я не берусь однозначно. По высказываниям Щедрина, книги Евангелия, четыре книги Евангелия, наказали на него колоссальное влияние, так же, как на Толстого. То есть, он не был религиозным в обыденном смысле слова, но при этом евангельские тексты, естественно, прекрасно знал, и христианский идеал, думаю, разделял, конечно, но это видно во всем его творчестве. Ну, если у вас нет вопросов, еще раз всех благодарю за внимание. Спасибо еще раз. Мы ждем вас в следующую осень, на продолжение нашего лекционного цикла. Следите за нашими объявлениями. А в мае ничего не будет? В мае нет, будет только день музеев и ночь музеев, как всегда, но это вам тоже, опять же, повторюсь, можете прийти. Всех по пункту приглашаю, конечно, приходите, будут экскурсии. Спасибо. Вот то, что я говорил, это снимок 1856 года, вот наверху. Я поэтому упомянул, что как раз они и встретились в 1856 году, и можем посмотреть на Толстого. Да, если вы пойдете по залам, вот еще один вам совет, обратите внимание на иллюстрации в зале романа «Война и мир», иллюстрации художника Михаила Башилова. Башилов иллюстрировал не только Толстого, но и Щедрина. Так получилось, что Башилов иллюстрировал губернский очерк Щедрина и роман «Война и мир» Толстого. Вот еще одна параллель.